Добрый вечер! Для чего нужна современная наука? Для того, чтобы объяснять очевидное. Вот, в принципе, без науки люди, конечно, уже как-то сами смогли догадаться, что два пальца в розетку лучше всего не совать, может убить. Но с высоты академической науки это все-таки требует доказательства. В принципе, можно было бы заложить такую специальную научную школу и попытаться выяснить, может быть, даже полезно такой легкий разряд, два пальца, так вот, мимо сердечной мышцы, потом в голову, даже, может быть, обострение некоторой интеллектуальной деятельности. Поэтому давайте попробуем, на мышках поэкспериментируем, может быть, проведем какие-нибудь специальные лабораторные замеры. И, да, знаете, действительно убивает, пожалуй, не надо. А вот зубы чистить и вообще все гигиенические процедуры. Ну, в средневековье это было не очевидно всем и науке в том числе, потом как-то разобрались, стало понятно, что и до еды руки лучше мыть, и после, и зубы чистить. Вообще шампунь штука полезная. Да здравствует мыло душистый, зубной порошок. Но наука не оставляет попыток объяснить нам, что, знаете, руки-то желательно, конечно, мыть перед едой. Кстати, зубы, да, зубы хорошо бы чистить. По этому поводу очень много рекламы, подталкивающих нас к тому, чтобы эти достижения науки применять на практике. И наука, в общем, в принципе, она очень не согласна, что вдруг, если она опоздала к какому-нибудь пирогу, то некие явления происходят сами по себе без нее. И очевидны всем, кроме науки, которая до сих пор не нашла этому никакого обыставания. Не поучаствовала в процессе. Вот красивые самолеты летают лучше, чем некрасивые, что называется, без спросу. А красивые машины люди покупают более охотно, чем некрасивые машины. Вообще, красивые товары находят своего потребителя гораздо быстрее, чем некрасивые. На этом тоже построен весьма серьезный индустриальный пласт. Вот, например, Apple, который подыхал и был узкополиграфическим явлением, возродился как масштабный предмет присутствия у обывателя на столе после того, как перешел на алюминиевые корпуса. Вот это был шедевр дизайна. Технологии, конечно, тоже молодцы. Аккумуляторы маленькие, плоские, и матрица шикарная. Но кто бы обратил внимание на Apple, как бы он не стал столь красив. Фирма Bank & Olfson, она по большому счету сама-то ничего не производит. Но она сделала ставку на дизайн и на чудовищный ценник. И меломаны, они глазками так вот посмотрев на красоту форм и, ощутив убыль денег в кошельке, потом говорят «О, какие шикарные звуковые оттенки! Какие полутона! Вот это звучание!» Ничего особенного там нет. Но дизайн все-таки действительно шикарный. Фискарс, знаете, такие топоры. Вот наш православный колун, штука такая, не нуждающаяся в жалости и в специальном использовании, уж вломил так вломил, уж взялся так взялся. Но Фискарс он красивый. Как-то приятнее работать. И вроде ты уже такой дровосек из сказки голландской какой-нибудь. Шикарная штучка. Руки тянутся, купить хочется. Хотя, конечно, между автомобилем и топором есть определенная разница, потому что у них стоимость ошибки разная. И чем ниже цена, тем, соответственно, меньше компромиссов. Но в конце концов топор так или иначе пригодится. А вот ненужная машина, взятая по ошибке, но с ней будут реально проблемы, да и затраты совершенно колоссальные. Но в любом случае, автомобильная школа, автомобильный дизайн прекрасно понимали, что не обязательно серьезная техническая сущность, а вот упаковка, подача автомобиля, его красота, она обязательно. Были, конечно, шедевры, насыщенные сверх всякой меры. Богиня Citroën DS-19, она и технически была невероятна. И по форме своей она пережала мировое кузовостроение лет, так, наверное, на 15-20. Хотя, когда, например, передний привод у Citroën в траксионовании был сделан, там дизайн был на уровне всеобщего. Техническая сущность. Ее тоже раскусили, и машину тоже брали именно за это, за передний привод. Но во всем остальном регулярно история подсказывает, что красивые берут охотно, некрасивые берут неохотно. Как только гаденыш Крис Бенгл дорвался до семерки BMW, и сделал свой знаменитый гусиный хвостик, Е-65, Е-66. Как хорошо сразу подскочили продажи у Jaguar. Выяснилось, что очень приличная машина. Да вообще все замечательно. Ну, про Мерседес, само собой. А когда, например, отказались французы Peugeot от Pininfarine, они сотрудничали, ну так, лет, наверное, 50. Ну, 40 точно. А потом сказали, мы сами с усами сделали чудовище под названием Peugeot 407. В результате закрыли два завода, уволили больше 20 тысяч человек, сейчас продаются Дангфенгу. И китайцы, не желаете тут кусочек европейской истории купить по сходной цене? Это была чисто дизайнерская ошибка. Вот трагедия, которая сейчас разворачивается у нас на глазах с Митсубиши, она тоже была в том числе обусловлена ошибками дизайна. Вот этот чудовищный совершенно Галланд, Паджеро 3, и все. И фирма теперь уже слегка уполовинилась. Нет у нее легкового подразделения, больше не будет. Люди сейчас вот доторгуют и пойдут по джиперскому пути, собственно, с которым во мемку есть шанс, что его тонут. А как Пантиак? Да, мы сейчас для наркоманов Америки сделаем молодежную машину, и они на сдачу от наркотиков будут покупать эту кислотную штуковину под названием Ацтек. Чем все кончилось? Три года тому назад голову индейца Пантиака закопали вторично. Все, нет такой фирмы. Сколько она до этого просуществовала, до этого Ацтека? 111 лет она просуществовала. В 1899 году экипажная фабрика Пантиак появилась. Все, бренда такого не существует. И вот особенно пример корейской Киа показывает, что когда вы доверяете свою судьбу профессионалу-дизайнеру, техническая сущность отходит уже на второй ряд. Уже непонятно, что первично, что вторично, но клиента не так сильно волнует, насколько великолепен мотор, блистателен салон и шикарная подвеска. Если это красиво подано, все, беру. Киа на полном серьезе. Вместе со своим автокефальным подразделением Hyundai борются за первое место на планете Земля. Причем, как правильно сказали немцы из Volkswagen, битва за первое место будет не между Toyota и GM, а между Volkswagen и Hyundai. И успех Киа, в том числе, не только благодаря инженерному прогрессу, но и доверию к иностранцу отдали Петеру Шрайеру, получили результат. Вот они, красивые корейские автомобили Киа, которые в Европе уже воспринимаются именно как европейские. И вот наука поняла, что как-то она немножечко отстает. И сразу две фирмы европейские провели очень серьезное исследование под названием «Эмоциональная сила автомобильного дизайна». Они проводили эксперимент на живых людях, они проводили методом ловли людей, их загоняли в определенные условия в определенных комнатах, на мозги вешали датчики, давали посмотреть фотографии красивых автомобилей, некрасивых автомобилей, шикарных девок, крутых парней, плачущих детей, и замеряли эмоциональное состояние. И вдруг выяснилось совершенно потрясающую вещь. Оказывается, особенно на примере автомобиля. Оказывается, красивый автомобиль – это так здорово, это всем так нравится, это в людях сразу порождает волну эмоций. И поскольку исследование отчасти было профинансировано фирмой «Вольво», то вице-президент по дизайну сказал, что это исследование наконец подтвердило, что мы предполагали и раньше. Прекрасный дизайн автомобиля способен вызвать сильные эмоции от положительного восприятия до ощущения настоящего воодушевления. Итальянцы, французы и даже англичане с американцами об этом знали. Вот, наконец-то, шведская «Вольво» тоже об этом узнала и, видимо, будет продолжать делать свои ошибки, уже отдавая себе отчет о том, что эмоциональная сила автомобильного дизайна действительно велика. Наука объяснила нам очевидное. Хорошо, что это стало очевидным, в том числе и для шведов. Ну и здорово, конечно, что существуют подобные исследования, которые задним числом могут объяснить нам, что оказывается красивая вещь – это здорово. Оказывается красивая вещь – почему-то хочется купить. Оказывается, в красивой вещи функция вторична, а подача, обложка, она первична. Человечество об этом догадывалось давно. Пользуется этим активно, как инструментом продвижения товара. Уже порядка 50-70 лет. Вот, наконец, до шведов тоже дошло. Перерыв на новости. Мне даже самого интересно, как вы ответите на этот вопрос. Те, кто считают, что покупают люди за красоту, иногда вопреки функции, то есть, что называется, за красивые глазки, в том числе даже автомобили. 5533, русская буква А. Те, кто говорит, что не обманешь, плохое в красивой обертке мы не возьмем, не купим. 5533, русская буква Б. Давайте посмотрим, что из этого получится. На дорогах наш лось еще резвится. У него 8 баллов. Ну, ведь едет же, сияя своей безупречной математикой, блистательным алгоритмом подсчета вот этих самых незначительных пробок. С мейлом все понятно. Приехали 10 баллов, движения нет. Ну, теперь добавим в этот мертвый стояк некоторое количество новеньких автомобилей. 65, 10, 9, 9 и 6. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Вы стоите или едете, Игорь? Честно говоря, я уже сегодня дома. Вы счастливы? Вот это правильный подход. Как победить пробки, а просто не поехать? Сергей. Да? Вот такой вопрос. Если бы, что бы посоветовали, если и стоит выбор вот между этими автомобилями. Обновленный X5, Range Rover или Porsche Cayenne. Берем все дизель трехлитровый. Что бы, как вы оцениваете? Вот что здесь отдать приоритет кому? Вот это спор на уровне, что лучше и правильнее, брюд или полусладкое, если речь идет о шампанском. Это вкусовые оттенки, в общем-то, одного и того же. Но эти вкусовые оттенки, они разные. Cayenne – это самая точная по управляемости машина. Она превосходит X5 и даже X6. Сделано для того, чтобы поспорить с Cayenne. То есть Cayenne – это машина для человека, который не просто плавно и степенно в выходной день на полированный и блестящий красиво едет по городу. Это для человека, который знает, что такое острота управления, что такое динамика разгонная и как выстраивать траекторию в повороте. Если вам это не нужно, то Cayenne будет довольно напрасной тратой денег. Тогда остается X5 и Range Rover. X5 всегда будет бандитской машиной, но просто X5, как любой BMW, дорогой, он позиционирует вас как человека, который уже не сам стреляет, а уже может сказать, «Вася, ну поди застрели». То есть уже заказ, уже тендер на киллерство. Пожалуйста, ребята, выполните, я вам заплачу. Range в этом отношении чуть-чуть дальше. Технически он сейчас, конечно, довольно интересен. Тем более вот новый, необычный, такой позорным образом похожий на Ford Explorer. Если в одном цвете их рядом поставить, то не каждая блондинка догадается, что это не одно и то же. Но при всем при том, Range — это убедительно, это интересно. Хотя, конечно, назначенный вами моторчик, ему будет слабоват. Это, что называется, стартовая позиция, чтобы сдернуться с места. Получается, что у вас здесь выбор не по технике, а выбор по позиционированию себя. Вот в каком костюме пойти, с каким кейсом, с какой улыбкой и с какой длинноногой барышней, арендованной в фирме сервисных услуг. Сергей? Да? Перебью, извините. А если это я беру автомобиль для барышни? Значит, на Х-5 — это бандитская содержанка, на рейндж-ровере — это девушка, у которой, может быть, даже свой подаренный бандитом ей бутик, а на Каене она сейчас точно кого-нибудь задавит. Девушка за рулем любой из этих трех машин вызывает такую панику, что даже у милиционера проглатывается свисток от ужаса. Но если она цвета айфона, если она скромно едет, тогда любая, потому что выбрать за девушку норковое манто бесполезно. Она придет и скажет, хочу этот, потому что красная. И здесь уже вам нужно просто слушать ее, она вот что скажет? На то вы кивнете головой. Ну, она уже сказала свое мнение. А как бы вы ML-ку, если бы добавили в этот ряд, как бы вы посмотрели на это? ML-ка — это такая деревенская изба на этом фоне. Понятно. Вот поэтому ясно. В общем, выбор между этими все-таки тремя, да? Да. Но если вот барышня, что называется, совсем рафинированная, и к ее ногам, как к пьедесталу с утра до ночи цветы... Нет, нет, нет. Тут все без всяких понтов. Это просто супруга. Просто чтобы ездить? Да. Просто она меняет сейчас машину, да, вот и выбирает, вот что бы... Она до этого ездила, сейчас у нее был бы GLK 350-й, трехлитровый дизелек стоял, очень резво ездила, такая... Мне самому нравилась эта машина. Это один из лучших вариантов GLK? Да, очень. Прямо по сравнению даже... А я ездил на X6, и даже по сравнению с моей X6, я ездил на ее с таким удовольствием машиной. Чудесная машинка такая. По настройкам очень правильно, и то, как реализован полный привод у нее, этот фирматик, все вот настолько здорово, настолько сбалансировано. Лишний раз подтверждение того, как хорошо немцы и европейцы вообще работают над дизельными версиями. Уж вложились, так вложились. Ну, а ваша-то, барышня, что выбрала в итоге? Ну, вы знаете, ей нравится Каен больше Каен. Все, Каен, все, замечательно. Сергей, тогда мне ответите на такой вопрос, еще как бы меня угнетает. Вот Каен трехлитровый там, но там ведь на Туареге тоже трехлитровый. Чем он будет отличаться? Почему такая разница в цене? Хотя там в Туареге заявлено практически тот же двигатель. Как вы думаете, почему Порше дороже Volkswagen? Ну, одно Порше, наверное, стоит. Слово за это. Да, но при всем при том, Каен это не Туарег. А чем? Коробочка там другая? Нет. Вот это как раз те самые инженерные нюансы, которые и отличают гвоздодер одной фирмы от гвоздодера другой фирмы. И Каен это очень правильная заготовка в виде Volkswagen Туарега, но отточенная инженерной школой, которая является на планете Земля точкой отсчета. Вот то, как работают люди на Порше, им, знаете, им даже, в принципе, наша зубила ВАЗ-2108 можно было доверить, и они сделали из этого ездовую машину. Хотя по своим стартовым параметрам, ну, как, знаете, в этих лаптях, в принципе, можно было дошагать и до лужи. Но гений инженеров Порше именно в том, что они из любой заготовки сделают шедевр. Вот им что, не дай, оно у них будет, может быть, путем каких-то невероятных сложностей, но доведено до совершенства, со временем ставший бесспорным. И Каен, он именно тем и берет, что едет он совершенно по-другому, нежели Туарег. Туарег — это очень надежно, очень правильно. Для нашей страны Туарег — это самая правильная машина. Вообще, в принципе, мы должны все ездить на Туарегах. Ну, благо, что сами мы тоже немножко Туареги. Особенно те, у которых там пара бриллиантов в носу и шикарный хвост сзади. Но Каен — это рафинированная огранка очень хорошей стартовой идеи. Виктор, здравствуйте. — Добрый вечер, Сергей. У меня такая ситуация. Я полтора года назад купил Seat Leon 2. В принципе, очень доволен машиной, но подходит окончание срока гарантии и думаю над заменой. Вот стою перед двумя вариантами. — Виктор, а почему? Что подталкивает вас к мысли о том, что ровно в два года вы найдете старую тыкву вместо шикарной кареты? — А получается, какой момент? Когда покупали, думали больше о супруге, как бы один и два взяли TSAI. Вот. А сейчас что-то так прям в общем стали побыстрее ездить, и супруга уже научилась получше ездить. И хочется помощнее. Вот. Но, к сожалению, в принципе, даже была идея купить такой же, но помощнее. и как бы, ну, они уже закончились, новый кузов не понравился. И вот на перепуте, таком на перекрестке стоим, либо оставлять, но смущает двигатель 1.2, то есть ресурс. Цепь и натяжитель пугают. — Виктор, только сам ресурс, вот такой чисто иллюзорный, или вам не хватает под педалью мощности? — Дело в том, что под педалью мощности точно не хватает, но не нашел пока никакого варианта, который прям вот сильно бы зацепил. — Очень хороший Porsche Carrera 911. Там под педалью хватает. — Ну, понимаю, но все-таки в районе миллиона, миллион двести вот так вот смотрели, думали. Один вариантик мне понравился, Alfa Romeo, Giulietta. Ну, что-то там много вопросов как-то по ней. Отсутствие сервиса в России и так далее. — Слушай, знаете что, учитывая, что у вас миллион-миллион двести, я надеюсь, что это евро. Вам и Бугатти по плечу. — Ну, нет, к сожалению, не евро. — Жалко. Это огорчает. Джульетта — машина, которая привлекла вас внешностью своей. Ее техническая начинка, как говорят в научных кругах, ничтожна. И тут очень эклектичный портрет, получается, вашего совместной женой обладания автомобилем. Потому что Seat Leon на 1.2, на TSI, он валит так, что аж фуфайка оттопыривается. Вам не хватает. И вам нужна Джульетта. Но Джульетта, она, конечно, вызывает вопросы. А Сирокко, вы смотрели Volkswagen? — Да, смотрел. В принципе, ничего, тоже вариант такой, вполне. Вот. Но что-то как-то вот не сильно зацепил, что ли, не знаю. Почему-то жалко именно этих денег на именно эту машину. — Потому что Volkswagen. — То есть тут уже хочется лучше в сторону скаута, что ли, посмотреть. То есть почти за те же деньги, но как бы какие-то бонусы. — Скаут не будет летать как истребитель. А вам нужно, чтобы вылетели быстрее ветра и чтобы доски в заборе превращались в сплошную стену. Это очень сложный путь выбора гоночного автомобиля за маленькие деньги. Перерыв на новости. Совершенно неоднозначно раскладываются ваши голоса в отношении к красоте автомобиля. Повторю вопрос. Покупают ли люди машину только за красоту, вопреки функции, что называется, за красивые глазки? 5-5-3-3-3-а. Ну, не только автомобиль, вообще вещь, где подача, дизайн превалирует над функционалом. Те, кто считают, что не, не обманешь за грош пятаков, не всучишь, плохое в красивой обертке мы не возьмем, 5-5-3-3, русская буква B. Голосование продолжается. Ну, нашлось по-прежнему безупречно двигаться по своим восьмибальным пробкам. Mail.ru считает, что город стоит 10 баллов. Мы покупаем с вами новые машины, добавляя их в пробки. 65, 10, 9, 9, и 6. Михаил, здравствуйте. Алло. Здрасте, Михаил. Алло, здравствуйте, Сергей, мне, конечно, для вас позвонимся. Это здорово. Михаил, платный вопрос от радиостанции. Скажите, если машина очень красивая, но так себе по сущности, это играет какую-то роль? Вы знаете, когда я попал в трудность, то, собственно, хотел, пожалуйста, на эту тему. Это вот и «Астраджей». Машина красивая. Я, как бы, увидел ее, влюбился, купил, и быстро плакал. За полтора года эксплуатации не еле не падал. Это был ужасно. Вот вам мой ответ. Никогда не купил конферты. Надо посмотреть. Один раз купил, он был. А что в машине вот так вот сильно резануло? Что именно? Ну, просто, быстро, да, пять тысяч пробега. Перестает работать в кулисах переключения скоростей. То есть, это автоном был, да, то есть, это просто сломалась эта штука. Выберли платы там какие-то, платы мы поменяли. Ровно через пять тысяч раздается ужасный стрит справа в подвеску. Приезжаю с трясущимися руками, я приехал в Красно, и у вас полетели сами плоти на очаге, на подвеску. Хорошо, поменяли. Еще пять тысяч, я уже не помню, еще какая-то проблема. В итоге в тридцать две тысячи у него в руках двадцать восемь тысяч я отъездил, второй как раз собирался, приехал две тысячи, то есть, четыре горшка. все горшки, и вот, как мне сказали, просел, кстати, не помню, что там, цилиндр. И, милочка, что с четырьмя горшками произошло? С четырех цилиндров компрессия пропала. Компрессия, правда, во всех четырех потрясающе, то есть... Трех, трех, трех пропало, одна мошка. Это было так, я еду, резко падает мышцы, ножки, потом перестает ехать, запахнул, компрессия пропал, и он есть. Компрессия... Михаил, у вас, судя по всему, и телефон купленный тоже по внешнему облику, потому что качество звука с каждым последующим словом все хуже, как на Астре. Я... Да, я просто очень эмоционально говорю, и он, наверное, не удерживает моего, так сказать, напора. Вот так же дело. У меня сейчас хорошо слышно. Телефон-то красивый у вас? Телефон, к сожалению, некрасивый, обычный китайский телефон, Lenovo. Вот, так что ничего в нем хорошего. Вы хорошо меня сейчас слышите? Ну, знаете, уже лучше, чем в тот момент, когда у вас пропадала в трех цилиндрах компрессия. Понятно. Вот, значит, пропала компрессия, дилер говорит, я чинить не буду, я кленок, починил его за свои деньги, и в итоге я его продаю. Вот так. Вот такая была умная машина. Красавица какая машина. Да, но, как бы, внешний вид подвел. Подвел, вот, под монастырь. Наоборот, внешний вид вас привлек, и вы позолотили ручку GM-у. Да, позолотил, и еще так. Слава Богу, что все предыдущие поломки делались по гарантии. Открыва везде. Да. Печально. Поэтому, не знаю, как, вот сейчас я купил, допустим, себе спортивный, и хотя бы ваше мнение о этой машине. Скорее, я знаю. Ну, Михаил, с глубоким прискорбием могу констатировать, что это очень красивая машина. Ну, это я согласен. Дальше. Из этого ничего пока не вытекает? Каждые пять тысяч у вас по эксплуатации вопросов-то как? Нету? Не возникают? Так, связь закончилась, китайский телефон тоже накрылся. Ну, правда, китайский телефон был некрасивый. Спортедж это здорово, Спортедж это хорошо, но Спортедж это тем более та машина, которую любят за красивые глазки, потому что чем сильнее ты ее любишь, тем менее охотно она ломается. Вообще, конечно, она молодец. Владимир, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Владимир. Красота спасет автомобильный мир, как вы думаете? Я уверен в этом. Эх, а если вот Astra J, да еще в кузове седан, да во всей красе, да как машина, ну погоди, по всей дороге рассыпется в мелкую труху, осеняя запчастями окрестности, как там быть? Мир-то не спасешь, не получается. Понятно. Что, Владимир, у вас? Какие проблемы или радости? Ну, Сергей, во-первых, хотел сказать огромное спасибо за вашу передачу. Спасибо, что слушаете. Вот. Слушаю каждый вечер по дороге домой. Наркомания. Да, 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 абсолютно верно. Ну, собственно, вопрос следующий. У меня Volkswagen Golf Plus 2007 года с пробегом 146 тысяч. Вот. Я фактически уже третий хозяин. Вот. Нареканий к машине нет, наездил на ней сам около 40 тысяч, как бы, кроме маслица, ну и основных там технических ремонтов, всего, больше ничего не делаю с машиной. что посоветуете с машиной, скажем так, сколько она еще сможет отходить нормальной эксплуатации свой ресурс. А мотор, какой у нее? Самый железобетонный, 1,6, 102 лошади, на механике. Ну, ломаться-то в этой машине нечему. Если только вы сами специально займетесь этим вопросом. вот так, либо об коленку, либо об трамвай, либо об телеграфный столб. Потому что и мотор не случайно Volkswagen держит в своей модельной линейке последние 30 лет. И коробочка там такая, что там даже синхронизаторы до сих пор четко у вас срабатывают и нет у вас проблем в попадании передачи в нужную дырку. Ведь нет? Да, да, совершенно так. Да, то есть вы сели и поехали, сели и поехали, сели и поехали. И через какое-то время, Владимир, произойдет совершенно страшная вещь. Машина вам надоест просто потому, что она не ломается и она, ну, как тапочки. Ну, вот тапочки и тапочки, и который год подряд тапочки. Но берегите ее, потому что каждая последующая машина, как вы знаете, хуже предыдущей. И сложнее... Отчасти с вами согласен, да. Поэтому у вас очень правильная машина, тем более, что 146 тысяч, да еще под двумя предшественниками. И они тоже не смогли, несмотря на разницу характеров, подходов и на эклектичную техническую культуру владения, ничего с этой машиной сделать не смогли. Вот как они ее не ломали, не сломали. Вам досталось, опять не сломанное. Жить будет долго. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Здравствуйте. Касательно вашей мысли про дизайн и про красоту, хочу поделиться тоже недавним опытом. Пересел я доджи Дюранга на Chevrolet Tachar. Ух ты! И при этом прыжок был на 8 лет, ну, то есть машина помладше на 8 лет, новая. 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 А Дюранга который был первый, второй? Не-не, самый первый, самого первого года выпуска, с 98-го года. Шикарно. А сколько там цилиндриков-то у вас было? Ну, V8 в обоих случаях. Красотища. Ну, там просто у Дюранги, вы же помните, под капотом потом появлялись и более могучие двигатели. Да-да-да, но у меня старенький, был очень старый, двигатель неэкономичный, это все понятно. Вот, собственно, в момент перехода, что вам хочу сказать, на старой машине никто не верил, что ей там много лет. Когда все спрашивали, там год выпуска, я говорю, старый, там 98-й, люди просто не верили, потому что дизайн, вот инженеры Додж постарались, я не знаю, как у них это получилось, потому что это же первый год выпуска новой линейки, у них не было таких машин Додж. Не было, да. Раньше. Вот, то есть первая модификация, и при этом кузов у нее настолько современный, что вот там в 2012 году она на дорогу смотрелась абсолютно естественно. Она смотрелась, ну, как бы, настолько гармонично, но, естественно, фары были поменены, понятно, вот этих вот, как бы, следов старости не было. То есть кузов был перекрашен, разумеется, отполирован, машина была в идеале, поэтому, как бы, ну, вот если эти следы старости немножко замаскировать, то машина смотрелась просто вот как вчера сошел с коньей. Да, соглашусь с вами, и Дюранга по сию пору красавец неустаревший, и второй, например, Дюранга, ну, так себе про третий абсолютно средний, поэтому я не стал брать его. Я очень хотел, но я плакал и понял, что не смогло, ну, имеется в виду, когда смотрел вторую модель. И вообще просто страшный, откровенно страшный автомобиль. И, кстати, вот, Дмитрий, а какой-нибудь там Cherokee XJ, который кирпич? У меня было два, и это моя любимая машина, то есть это машина там из моей юности, как бы, из тех дней, когда все было беззаботно, когда не было детей, и можно было просто вот как бы ездить там. Но ведь облик неустаревающий, вот сколько... Он абсолютно неустаревающий, абсолютно. Вот что, если ты этой машиной не делай, вот она всегда, гармоничная, причем это уже французский дизайн, это уже делали реношники. Да, и причем обратите внимание, что сколько у нас бегает по Москве кирпичей, и они, вот классика же, 93-й год, японская коробка, раздатка, вот эта вот знаменитая, там, 242-я, и как бы, вот у меня сервис твой, который занимается, ну, в смысле, что... Дружеский. Да, дружеский, дружеский, вот, и они специализируются на кирпичах в основном, и я вот смотрю поток этих машин, и думаю, ну, когда же вот они кончатся-то начнут, они даже и не думают. Идут и идут, при том, что Cherokee управлять им тяжело, с тормозами у него проблемы, но вот не устаревает. Вот дизайн, красота вне времени. 20 лет пройдет, он будет все таким же замечательным. То же самое, как CJ, все джипы, вот тот, который ренегат, вот он, такая консервированная классика, ничего ты с ним не поделаешь. То же самое Defender. Defender, он чудовище абсолютное. Чисто технически это катастрофа. По эргономике это не просто два балла, товарищ Прокруст, должен быть счастлив, что до сих пор кто-то делает его дело. Но Defender. Но рядом с Defender. При этом 2,5 миллиона от Defender. По деньгам. То есть, конечно. Да, не по количеству, потому что по количеству нету 2,5 миллионов. Нет, нет. 30 тысяч в год максимум людей они могут развести вот именно привлекательностью внешней. Потому что у Defender преимуществ по большому счету нет. При его цене он вообще-то подлежит только уничтожению под прессом сразу в мейн-покупке. На этом нельзя ездить. Это классика и ей пользуются люди. Да? Да. Можно вопрос? Да? Успеваете. Я счастливый обладатель таки и собственно первый раз столкнулся с машиной не американской и не канадской а вот калининградской сборки. Пожалуйста, расскажите про автотор, что это такое вообще за производство. Не было производства. Вам шины накачали и пару клемм завернули. И все. Сборка там или здесь? Привезли все готовое и накачали колеса. Привернули всего на... Вин-код дали. Вин-код дали. Да, да, да. Самое главное дали Вин-код. Это машина точно с того же самого завода, который делает для всего остального мира. От Калининграда там ничего нету. Кроме отвертки ну, может быть, еще плюнули в пару мест. Ну, по русской пролетарской привычке. А так это безопасная, не наша иномарка. Перерыв на новости. Нашему Лосю внезапно полегчало. У него хоть и серьезные пробки, но уже 7 баллов. Мейл.ру 10 баллов. Движения нет. Стоим совершенно в мертвое. 65, 10, 9, 9 и 6. Ну, Владимир. Алло. Алло. Сергей. Здрасте. Здравствуйте. Меня зовут Владимир. Это радостно. Kia Ceed. Пятый год катаюсь. В принципе, доволен. Ну, вот уже решил сменить автомобильчик. И на перспективе Skoda Octavia универсал. Он еще, конечно, не появился, но я жду с нетерпением. Он огромен. У него шикарный сзади ящик. Когда вас жена выгонит из дома, вы там будете жить. Ну, мне интересно две машинки. Ну, конечно, на первый взгляд несопоставимы. Это Octavia универсал, полноприводный, бензиновый двигатель 1.8. И вторая это Kia Sorento дизель 2.2. Ну, естественно, тоже полноприводный. Ну, они, конечно... Не одна линейка. Не одна линейка. Если вот чуть попафоснее. А вы, кстати, женаты, Владимир? Да, двое детей. Багажник забит самокатами, велосипедами, станками, ну, в общем. В Octavia он правильнее реализован, туда влезет больше. В Sorento у вас будет чуть-чуть больше пафоса. Вы таким эдаким петушком таким бодреньким на джипе, но там место будет чуть поменьше. Оно будет по-другому организовано, у вас будет другая высота погрузочная, поэтому, если что, можете даже аккуратно надорваться, подкидывая тяжести на чуть-чуть повыше, на чуть-чуть подальше. А в Octavia в этом отношении все очень правильно, очень гармонично. Она, конечно, стала простовата, такая девушка из села, но она по-прежнему свои добродетели и ценности в полный рост реализует, потому что по этой машине можно ходить пешком, кататься на лыжах, можно кататься на велосипедах, если что, дети поедут по багажнику, ну, все будет нормально. Вы их везете, они там прекрасно проводят время. В бадминтон будут играть со временем. Как раз вот Octavia под это подходит, тем более 4 на 4, ну, красотища же. Еще немножко и скаут в пластмассовом обвесе, чтобы тихо тереться об сорента на соседней парковке. Ну, то есть дождаться скаута, по-любому дождитесь, Octavia она вот уже к нам придет, посмотрите, что будет. Тем более, что Octavia она еще балансирует по цене в пределах здравого смысла. Сорентыч, он хороший парень, он в очередной раз взял сейчас только что награду за супердизайн, такой весь из себя красавец, хорошая легковая машина. Сказать, что у него есть ярко выраженное преимущество перед Octavia, я не скажу. А по организации внутреннего пространства, да, Octavia лучше. Причем, Владимир, вот вы идете точно в русле сегодняшней темы с самого начала заявленной мною. Сид, который у вас не красавец, Octavia интересная, Sorento красотуля. Вот как вы насчет дизайна спасет мир? Ну, на мой взгляд, я все-таки обращаю внимание на какие-то внутренние вещи, мощность, проходимость, скорость, динамика на внешне. Ну, наверное, да, хорошо, но не обязательно. Сид как раз об этом и говорит, потому что это очень удобная, очень полезная в хозяйстве штука. На ней можно и ездить, можно не ездить, она все равно хорошая, все равно в хозяйстве. Нареканий нет, пять лет у меня жалко продавать. Да, и не будет у вас нареканий никаких. А тем более, вот вы же относитесь к категории очень стабильных людей. когда в Лондоне ищут человека на должность водителя автобуса, особенно в те времена, когда это всегда в обязательном порядке было двухэтажным, то предпочтение отдавалось отцам двоих детей. Потому что это самые стабильные, самые степенные, самые аккуратные люди. Вот вы, отец двоих детей, сид, пять лет, все в порядке, ему еще 200 лет под вами бегать, ничего не сломается. Хотя да, Октавия это замечательно. Тем более, ваша Октавия, она будет сделана в Младоболиславе. Она будет не на Горьковском 25 раз краснознаменном, чтобы он был здоров. Поэтому у вас все и по качеству будет очень выигрышно. Андрей, здрасте. Алло. Да, это вы. Да, это я, Сергей, добрый вечер. Здрасте. У меня вопрос следующий. Я счастливый обладатель BMW в 325 в 46-м кузове. Ух ты. Да, я очень люблю свою машину. Такая избитая фраза, но тем не менее, это так. Причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и пешком поеду в гости. Я без ума от автомобиля, без ума от BMW. У меня всю жизнь были только трешки. Вот только вот в этом поколении у меня 25-я, да, это были 20-я. Надежнейший автомобиль, я считаю, вот у меня был E30, E36, E46 и привязки к красоте по теме нынешнего, да, сегодняшнего вечера. Я считаю, что достаточно красивый автомобиль, я периодически издалека им любуюсь, просто не как своим, а как именно творением, да, где-то я вычитал сумрачный немецкий гений, да, это так, я реально снимаю шляпу перед ним. Вот, поэтому я считаю, что вот в этой машине очень гармонично все слилось, и красота внешняя, и прекрасный и интерьер в том числе, ну и выдающаяся надежность, в общем-то, этой машины. Моторчик у вас, моторчик 325, у вас там... 25, да, M54, Double One, 192, классическая, легендарная, баварская, рядная шестерочка, от которой они... Назовите, что лучше, наверное, немного, да, моторов, которые могут с этим как-то сравнить. Вообще, с рядной шестеркой лучше не тягаться в принципе, особенно, если она немецкая. Я люблю вас, люблю ваши передачи, наверное, чуть меньше, чем мою машину. Можно вопрос? Да, Такой, именно по своей теме все-таки, да, вот я считаю, если о красоте дальше, вот E90 кузов, я считаю, чуть менее красивым, чем мой. Следующий, вот, современный F30, они там придумали еще менее красивым. Что касается надежности, я слышал от людей, которые профессионально чинят автомобили, что вот, очень много нареканий на современную линейку двигателей BMW, пути добры, вот, пару ваших советов, вот, вот двухметаллические моторы, да, там, магний, силумин, вот эти вот вещи, читал очень много от авторевью и вплоть до разговора со своими знакомыми, ну, как-то, очень негативные отзывы. да, то есть, Андрей, вы на самом деле уже обладаете всей суммой знаний, я только могу кивнуть головой по этому поводу. Правда, правда. Объяснение здесь очень простое, высокотехнологичный продукт не бывает долговечным. они идут по пути потрясающих технологий. Они с утра до ночи со своими двигателями то в одной, то в другой номинации берут первое место на всемирном конкурсе. И это все шедевр абсолютный, который, ну, просто не в женщину, не в Красную Армию. И ничего ты с ним не поделаешь. И тем более, когда вот сейчас у них пошли вот эти блистательные совершенно вот бензиновые 2,5-3,0, у которых коленвал в районе шейки первого цилиндра лопается и двигатель разносит в клочья. Но он перед смертью это насколько высокотехнологичен. У него же какие параметры? Он же по экологии. Вот сейчас же ведь голубые тоже считаются людьми. Раньше только зеленые считались людьми, теперь еще и голубые. Это прискорбно весьма, Тенденция общемировая, в том числе и в автомобилестроении. Это ужасно. И здесь как раз речь идет о том, что мы готовы поступиться ресурсом, готовы поступиться в том числе частью имиджа, но зато мы заявляем перед всем миром очень модное и очень востребованное ныне экологическое достижение нашего концерна. Посмотрите, какое у нас СОЦАЖ. Дайте нам, пожалуйста, аплодисменты и пучок, если можно, еще каких-нибудь наград. А то, что это теперь уже не очень жизнеспособно, ну, знаете, экология превыше всего. То есть БМВ тоже пошел на поводу конъюнктуры, рынка и так далее. Конечно, ты рожденница, да? Вопрос. Я счастлив, доволен. У меня уже началась, на самом деле, третья сотня. На 36-м кузове я отъездил вообще, менял только колпачки. 360 тысяч я ее продал. Человек мне потом звонил, благодарил, правда, благодарил очень. Вот она любовь. На этой машине я езжу четвертый год, ну, не знаю, подвеска, диски, колодки, что-то такое, ну, там, помпу водяную поменял, имеет право, елки-палки, по 200 она. У меня вопрос вот такой, пожалуйста, тоже профессиональный совет ваш. Коробка автомат. Читал, что по надежности сопоставима с механикой. Насчет замены вот в ней рабочей жидкости, масла, что скажете? Надо, не надо. Пробег чуть больше 200, 210, 210. Надо. Вообще рабочая жидкость, она дальше 40 тысяч живет только благодаря магии и вере человека. А вообще, даже БМВшники, там, где они говорят, что у них вечная коробка и не надо ничего менять, и то они говорят, давайте мы вам потихонечку раз 60 тысяч поменяем. По поводу красоты. 83% считают, что да, можно в принципе на красивом, но на плохом. 17% говорят, не обманешь. Дай технику, красота подождет. До понедельника.